Приветствую вас. Нет, это, в общем-то, вполне распространенное явление, когда дальние такие родственники, вот, как, например, троюродный брат, да, вызывают какие-то чувства, потому что сложно таких людей воспринимать как родных, сложно. Потому что, ну, вы не общались тесно, вы не росли вместе, вот, и, ну, не получается, не получается воспринимать таких людей как не своих родных, вот. То есть это, это нормальное явление, вот. Я бы сказал, я бы сказал. Другое дело, другое дело, что у этого есть, как бы, причины. Тут есть причины, по которым вы так его воспринимаете, да. Вам, вероятно, не хватает мужчины рядом, вот. Вот. А вам, вероятно, не хватает любви. То есть у, вот, то, что он вас привлекает, то, что он вас привлекает, у этого есть основания. Вот. И вот с этими основаниями нужно разобраться. Вот. Обратите внимание, что человек на восемь лет вас младше, да, то есть как бы это достаточно, достаточно много. Вы вполне чувствуете себя по отношению к нему, ну, взрослый. Очень. Вот. Соответственно, это тоже момент. Насколько, насколько случайно вы выбрали себе именно такого мужчину, да, то есть, ну, вас привлек, почему именно такой мужчина, да, то есть, может быть, а... может быть, вам, как-то, ну, безопасней кажется, а... ну, с ним, понимаете? Вот. То есть, в этот момент, а... тоже, на мой взгляд, а... нужно... рассмотреть, а... по той-протой причине, что у любой симпатии, да, есть свои основания. Вот. Поэтому здесь для вас, конечно, будет лучше, если вы совсем досконально разберетесь. Вот. То есть, вы пишете, что вы все время о нем думаете, но о чем конкретно вы думаете, да, то есть, о чем конкретно вы думаете? Что конкретно вы хотите, да, что лежит в основе вашего увлечения, вашего желания, вашей тяги к нему? Вот это надо бы нужно разобрать. То есть, одно дело, если вы... А, ну... Действительно... Хотите... что-то для него сделать. Если вы хотите о нём заботиться, к примеру, что-то одно. А если вы чего-то для себя хотите от него, то это совсем другая история. Поэтому тут нужно максимально осознанно подходить к вопросу, максимально осознанно. И уже после этого примет решение. Возможно, какие-то ваши желания, они будут достойны того, чтобы реализовать их. Ну, отдельно, вне зависимости от того, будет ли у вас симпатия к этому мучению, будет ли вы вместе что-то делать. Или нет. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. А я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.